Самара получила статус исторического поселения регионального значения. Этого события ждали все жители губерний. Новый статус позволит преобразовать старый центр и ввести четкое регулирование строительства и благоустройства в сердце города. Документ прошел общественные обсуждения и принят. Рассмотрение этого вопроса было предопределено моим поручением и обязательствами перед жителями, в первую очередь Самары, инициативной группой. Работа по подготовке документации по присвоению Самаре статуса исторического поселения по поручению губернатора Дмитрия Азарова была проведена в установленный срок. Региональный статус присвоен таким крупным городам, как Казань, Нижний Новгород, Псков, Москва, Рязань и другим центрам регионов. В то же время федеральный статус в основном присвоен малым городам. Вопросы развития территорий в крупных городах объективно более сложные, чем в малых, и требуют индивидуального подхода. Отделение Самары статусом исторического поселения позволит сбалансировать процессы, направленные на реновацию центральной части города и сохранение культуры в наследии. Региональный статус исторического поселения разрешит на практике проверить жизнеспособность требований, предъявляемых градостроительным регламентом, и при необходимости ощутить их частичную настройку или корректировку. Напомним, Самару исключили из числа исторических городов России еще 9 лет назад. Тогда приказ федерального Минкульта сократил перечень почти в 12 раз – с 4.78 до 41. С тех пор в Самаре не раз пытались разработать проекты реновации центра, но дальше планов не шли. В прошлом году региональные власти начали активную работу над проектом возвращения региональной столицы статуса исторического поселения. Сегодня им это удалось. В проекте постановления правительства Самарской области учтены в качестве предмета охраны 726 ценных градоформирующих объектов. Работа по выявлению памятников исторического и культурного наследия будет продолжена. Мэри Елчан, Василий Калдашов, События.